Новое видео выходит каждый день в 20.00. И вы знаете, в последнее время очень модно стало закрывать сервера, которые вы успели наоткрывать за последние несколько лет и переносить все аккаунты, выдавая какие-то компенсации. И именно так поступил Grand Roleplay. Если кто-то мало ли не знает, если кто-то мало ли забыл, потому что есть там всякие разнообразные ньюфаги на этом канале, на этом видеоролике, вообще в GTA Sump сегменте. Потому что, в принципе, мой канал, он достаточно охуенный, он продвигает GTA Sump, приходят новые люди, такие типа, ебать, классно, как так, как ты это сделал, ты что-то сделал вообще какую-то жесть, а мы такие типа вообще этого не ожидали, вот, и так далее. Grand Roleplay это сервер, который был открыт там в каком-то уже бородатом году, это уже не имеет значения абсолютно никакого, когда он был открыт, самое главное это то, что с ним происходит сейчас. И вы знаете, до этого на Сатурн и на Марс, вот на эти вот два сервера, активнейшим образом Grand Roleplay, то есть там основатели, вот эти вот все разработчики, там прочие люди, они активнейшим образом накручивали батон, чтобы хоть как-то поддерживать онлайн, чтобы хоть какой-то онлайн был. То есть это, так сказать, давит на стадное чувство. То есть представьте себя, вот просто вот даже далеко за примером ходить, недавно, недавно вышел, не надо, вернее, недавно вышел клип у Тимоти и Гуфа, вот это вот Москва, и там было очень много дизлайков. И люди уже чисто по стадному чувству, так сказать, когда много типа людей поставил дизлайк, ну типа, а нахуй мне лайк ставить, даже если я нихуя не выкупаю за то, что там происходит, я все равно тоже поставлю дизлайк, реально, ведь их там так много, поэтому я в принципе могу поставить. Ладно, ладно, давайте уже немного отойдем от вот этой вот всей темы, которая была вот до этого, ну я думаю вы там помните или не помните, в общем, ладно, неважно. Grand Trolley Play закрывает два сервера, на которые они активно ботоводили, переводя все имущество игроков на сервер Ярослава Брулева, который уже не является сервером Ярослава Брулева, потому что он там не придержался даже вроде как месяца, или возможно месяц с несколькими днями он там придержался. Это не имеет никакого значения, в общем-то, вся суть в том, что у Grand Trolley Play до недавнего времени было три сервера, то есть это Марс, Сатурн и Юпитер. И вот как раз таки Юпитер был третьим сервером, был сервером Брулева, который как раз таки, они сейчас, на который как раз таки, они сейчас все и переносят, по-моему, даже принудительно. Никого не спрашивают, там, хотите вы перенести имущество, не хотите вы перенести имущество, то есть если у вас есть какой-то аккаунт, там, на Grand Trolley Play Mars с имуществом, вам все перенесут, то есть компенсация работает примерно по x2 стоимости от какой-то, типа, стоимости имущества, там, бизнесов и так далее. Но, опять же, это не устраняет той проблемы, что, допустим, игроки могли покупать имущество, там, и за 10 миллионов, и за 15, а сам, типа, государственная стоимость бизнеса, там, 500 тысяч долларов, типа, ну, или верт, там, или, называйте, как хотите. Это все равно, как бы, типа, вернули тебе миллион, да, а ты, типа, отдал, там, 15 миллионов и так далее. На самом деле, решение дико правильное, потому что, ну, а нахуй держать три сервера, когда на тех двух серверах онлайн держится только благодаря ботам, и там, играет, ну, от силы, там, сколько, 50, там, 100 человек в лучшем случае без ботов. А с ботами, там, разумеется, у них 300-400 брулевов. Вообще, говорю, что до тысячи, там, спокойно добивали даже после дней открытия, только почему-то он уже ушел. Да вы знаете, брулев, он, в целом, знаете ли, не позорится, он в последнее время у нас не позорится, он делать-то ему, в принципе, не ахуй, поэтому он, там, переходит на Гранд Ролли Плей, чисто попробовать, потом возвращается обратно на Резун, ну, вы знаете, вот эти вот, чисто попробовать, потому что он-то всегда знал, потому что брулев-то, он, типа, всегда знает, когда там можно попробовать, когда можно не позориться, когда можно позориться, и вот многое-многое другое, вот. Однако, знаете ли, в чём дело? Вот всё вот это вот. Типа вот Гранд Рулеплей и Брулёв, они до последнего отрицали то, что вот у них что-то плохо. То есть Брулёв, он даже, когда там кто-то сказал про ботов, там Ангел Касада, по-моему, это сказал, да там прочие люди говорят, вот кто только не делал ролик о Гранд Рулеплей, все они в той или иной среде как бы затрагивали ботов. И это так, боты там действительно были, можете даже посмотреть там ролики от некоторых вот этих вот самых молодых ютуберов, там от вот этой вот новой школы, там как Тофик Дипсайз назвал, которому деньги звонят, типа, ну вы знаете, деньги они как бы сами звонят. Они до последнего отрицали то, что у них есть там какие-то боты, то, что они кого-то накручивают и так далее, но если ботов нет, если действительно игра там по 300, там по ещё сколько-то человек, ну а зачем закрывать тогда? Зачем закрывать, зачем переносить аккаунты? Неужели для того, чтобы перенести туда нормальный живой онлайн? На серверах, которые они открыли недавно. И, в общем-то, я не знаю, как Гранд Рулеплей будет существовать дальше, там есть, то есть, новых игроков там нету, есть только отток старых игроков, которые там были до этого, вот. Ну и как-то я даже, типа, не знаю, даже вот я-то, я не знаю вообще, чем они думают, чем они мыслят, зачем, для чего, абсолютно мне вот это вот непонятно. Однако, ладно. На этом, я думаю, можно уже и закончить данный видеоролик. Помните, что Брулёв, он всегда в той или иной степени знал, даже когда казалось бы, что он, типа, не знает, когда казалось бы, что тема абсолютно его никак не затрагивает, он всегда знал. Он вот с первых секунд, как только появилась вот эта вот вся тема, несмотря на то, какая она спорная, несмотря на то, там, какие вообще доказательства, аргументы, факты, нет, нет, это всё полная хуйня. Брулёв, он у нас всегда знал, потому что Брулёв это у нас гений, аналитик, там, вот это вот, многие другие вот эти, он маркетолог, там, да он вообще все кто угодно, вот все профессии, которые вы назовёте, там, SEO, SMM-специалистом. Да это, в общем-то, это всё будет Брулёв. Тут уже без вариаций, без прочих каких-то вещей, то есть тут безоговорочно Брулёв. В общем-то, ладно, я даже не вижу смысла в данном видеоролике тянуть хронометраж, потому что, ну, новость сама по себе абсолютно-таки бездарная. То есть, сделали они, конечно же, правильно, но для чего ведь, у них же и так, там, был онлайн, типа, по 300 человек, по 400, вот, адванс как раз-таки с тремя серверами, именно с таким онлайном и живёт. В общем-то, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok